Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артём Динамик и это обзор и установка ARM3 DayZ. Если быть точным, проект называется не DayZ, а Dead Nation. Ну что ж, в принципе это то же самое, что и DayZ, но сделанное сторонними разработчиками. Итак, на своём экране вы видите сайт, на котором можно скачать лаунчер. Итак, сейчас я подробно, ну насколько смогу подробно, расскажу вам, что же необходимо сделать, чтобы поиграть в ARM3 DayZ. Причём ARM3 не какую-то модифицированную вторую ARM с картой Чернорусь, а именно карту Altis с зомбаками и со всем причитающимся. Ну что ж, давайте смотреть. Итак, мы должны будем перейти с вами на данный сайт, ссылка будет прямая в описании, прямая на скачку лаунчера. И я, соответственно, вам покажу дальше. Примерно вот так выглядит, не сопускаем. Здесь идёт статья о том, как же скачать лаунчер. Самое сложное здесь это найти ссылку на лаунчер. На самом деле она, вот она. Сейчас я вам её выделю, чтобы вам было видно. Вот эта ссылочка. Соответственно, у них видно в грейвкоде какая-то ошибка. Не закрыли они скобочки. И у них вот так вот вышелось. Нажимая сюда, вы скачаете вот на вот это слово, лаунчер линк. Соответственно, на это слово нажимая, вы скачаете лаунчер. Внимание! Во время скачивания лично у меня появилось сообщение о том, что данная программа может нанести вред вашему компьютеру. Лично проигнорировал. Ваше дело доверять мне, либо не доверять мне. Но лично проигнорировал, всё нормально. Никаких троянов, антивирус впоследствии не обнаружил. Ничего не сделал. Единственное, почему, и моя мысль, почему он так потребовал. Потому что она просит доступ к сторонним файлам. То есть к файлам ARMY 3. Ну что ж, после скачивания у вас появится вот такая вот папочка, в которой будут находиться два файла. Первый это файл конфига и второй файл уже непосредственно лаунчера. Да, ещё не вам необходима последняя версия Ява, чтобы его запустить. Давайте запустим. Так, появляется опять картинка та же самая. И соответственно, что же происходит дальше? Давайте посмотрим. Сейчас она загрузится. Лаунчер очень удобный и очень понятный. Так что сейчас мы с вами во всём разберёмся. Я думаю, без особых проблем. Загрузка довольно-таки продолжительная. Не пугайтесь. На самом деле не зависла. То есть сейчас я вам показываю в полном времени. Без всяких каких-то либо там обрезок. Ну, то есть я обрезал момент скачивания лаунчера и первого запуска. То есть я вам объясню сейчас. Вот. Итак. После первого запуска вы попадёте в графу Options, где у вас будет в первой строчке написано «Ваш доступ к Arma 3», Arma 3 лицензионная. Никаких пиратских копий не поддерживается, только лицензионная Arma 3. Соответственно, вторую строчку вы тоже не меняете, но он пишет в Windows, вот здесь вот он пишет то, что в окне запустить. Ну, это, соответственно, потом альтабом вы сможете всё, в принципе, сделать. Что ж, после того, как полоска полностью пройдёт внизу, скачаются все необходимые модификации для Arma 3, вы переходите, вот появится «Up to date». Вот, и, соответственно, переходите в вкладку «Сервер», серверов пока немного, соответственно, выбираете понравивший вам сервер и уже, соответственно, его и запускаете. Ну, что ж, я сейчас запущу и не буду вас томить долгой загрузкой, и, соответственно, после этого мы вернёмся к обзору конкретно игры Arma 3DZ. Что ж, дорогие друзья, мы попадаем в лобби, привычное нам для Arma 3, здесь сторона только одна, синяя и только выжившие, выбираем выжившего, нажимаем «Ок», ждём загрузку, видим красивую картинку «Date Nation Altis», и, соответственно, давайте посмотрим, всё-таки обманули нас или нет, действительно ли это DZ или всё-таки это очередное непонятное детище от сторонних разработчиков, которых на самом деле довольно много. Ну, скажу, сейчас, на котором, опять же, ссылки все в описании, да, не обращайте внимания, опять же, как обычно у нас из-за любого, из-за любого мода у нас вылезают разнообразные ошибки. Вот, и мы видим, что мы находимся с вами нигде иной, как на острове Altis. Справа у нас шкала питания, крови, воды, температуры и комбат. Вот, ну что ж, давайте посмотрим, не удалось системе переставить, что же нам дали вначале. Бинты, газировка, еда, видите, банан, всё-всё, вот эти картиночки с второй армой, всё это в зито. Давайте посмотрим, что у нас в ближайшем доме. Давайте вот, пригнёмся. Вообще, посмотрим, есть ли зомбаки. Музыка, кстати, довольно устрашающая присутствует. О-о-о, смотри, он идёт сквозь стены. Он здесь. Так. Сзади, мы с этой стороны. Лута нет, есть зомбак. Да, да. Воу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Воу-оу-оу-оу-оу, пацаны. Зомби бегают по той же структуре, что и в армии 2, если не ошибаюсь Да, они по точке моего последней остановки То есть они бегут по моим меткам Но то, что они есть, это уже прекрасно Давайте дойдем до какого-нибудь города, посмотрим лут Ох-ох-ох-ох-ох, а зомбачей тут нормально Все в таком еще тумане Воу-воу-воу-воу Давайте перелезем, перебежим, окей Зомби, зомби тоже, наверное, так умеют Так, вот что-то лежит, лут Аптечки Отлично Тут что? Что это мы взяли? Охотничий нож мы взяли, видите? Отлично Так, охотничий нож, наверное, использовать в рукопашном бою нельзя Я так думаю Не проверял Ох, какая страшающая музыка-то играет Так Ну, довольно-таки все, знаете Эх, по-дейзетовски Все так довольно-таки эпичненько А, кстати, когда вы устаете, зомби вас догоняет, смотрите То есть Вот в этом плане зомби опасней Да, то есть Потому что Они могут вас догнать Из-за того, что вы устали Хотя они, по-моему, тоже устают И Так В домах они не бегают Там что-то, кстати, лежит Но Давайте пойдем Вот так теперь Выглядят выжившие То есть С надписью Арма-3 на спине В таких рубашечках Не, ну он меня догоняет, обратите внимание То есть Ну, не бьет еще Ну, давайте посмотрим Все-таки Что же будет дальше Так, 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 так Крутость Армы-3 По отношению к дезету Заключается именно в том, что Очень много Входябельных зданий, да И, соответственно Вы можете Совершенно спокойно Перемещаться по ним Сложность еще На мой взгляд в том, что Карту мало кто знает Вот И отсюда получается то, что О, они рычат, как в Армии-2 Вот И отсюда получается то, что Довольно сложно ориентироваться Встретиться с друзьями Да и вообще Все это как-то по-новому Все это В новом, так сказать Ракурсе И Довольно приятно Игроки разных национальности играют Русских практически не встречал Ну вот Сейчас попробуем через кусты пройти Увидимся Зомбаки Зомбаки в кустах теряются Да, то есть Если бы я сейчас лег Наверное бы Они от меня отстали Так Я даже не представляю Где я Вот Так что Буду просто бежать Вы знаете Вот эти кусты Они теперь Исполняют роль Ёлок Да Которые были в Армии-2 Так Вроде Отстали Зомбяки Музыка прекратилась резко Гудит Что-то Так Кстати Охотничий нож Но на самом деле Я не знаю Есть ли здесь животные Потому что В Армии-3 То особо животных не было А вот тут Животные будут или нет Это уже другой разговор Так А можно включить фонарь Фонарь кстати Не включается О Можно попить Ну Как и в армии Смотрите Стоит на машине Так Ну что ж Дорогие друзья Все ссылочки будут В описании Надеюсь Вам было полезно Это видео И вы поддержите Мне лайками Данное видео А так же Подпиской На мой канал А я соответственно О Палочка Стой Дверь Открыть Вот А я соответственно Продолжу Похождение В игре Арма-3 Дезет Если быть точным Детнейшн На своем канале Вы можете посмотреть Летсплей По нему А так же Мои летсплей С друзьями На моем канале Не забывайте подписаться А еще раз повторюсь Поставить лайки Если есть какие-то Вопросы У вас Какие-то Проблемы Пишите В комментариях Постараюсь Вам ответить И если смогу Обязательно Ну что ж Друзья С вами был Артем Динамик Канал Дигеймсайз Надеюсь Увидимся и дальше Всем пока Друзья До встречи Продолжение следует